МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня на тесте у нас новый Тигуан. Но сразу могу сказать, что это знакомство будет, можно сказать, предварительным, поскольку машины для российского рынка в нашу страну приедут не раньше, чем в начале следующего года. Даже здесь, в Европе, эта машина начнет продаваться только через месяц. Но мы уже сейчас успели на ней поездить. И сразу могу сказать, что новый Тигуан интересен не только новой внешностью и новой платформой. Обо всем поподробнее в программе «Наши тесты». Презентация новинки в Берлине прошла с особым размахом. Ведь для Volkswagen Tiguan одна из ключевых моделей. Она продается на самом большом количестве рынков. За время производства было выпущено более 2 миллионов 800 тысяч Тигуанов, которые были проданы в 170 странах мира. Так что у второго поколения просто нет права на ошибку, чтобы не подвести предшественника. Как и положено новой машине, Тигуан подрос в размерах по длине и по ширине. Тем не менее, по высоте он стал чуть-чуть ниже. Но если мы посмотрим на новую машину в профиль, то заметим знакомые черты. В первую очередь, линию остекления. Тем не менее, речь идет о полностью новой машине с новым кузовом, построенном на новой платформе. Разумеется, в фольксвагенской платформе MQB. Новый Тигуан вобрал в себя все самые свежие корпоративные дизайнерские решения. Об этом говорят прежде всего оформление передней части, форма оптики, решетки радиатора и, конечно же, характерная выштампованная грань вдоль всего кузова. Если во внешности нового Тигуана еще как-то угадывается предшественник, то в салоне это абсолютно другой автомобиль. И, слава богу, действительно Тигуан стал намного дороже и благороднее внутри. Честно признаться, по первости мне казалось, что я нахожусь в салоне Аудио, а не фольксваген, потому что кое-какие стилистические решения здесь общие присутствуют. Что хочется отметить? Во-первых, появилось разнообразие материалов, многофактурность и довольно сложный дизайн по сравнению с тем, что было раньше. Во-вторых, нужно отметить, что наконец-то появилось больше, так скажем, появилось мягких материалов. Например, верхняя часть сделана относительно, так скажем, мягкой, нижняя же часть все-таки жесткая. Но при этом все это достаточно неплохо друг с другом сочетается. Приятно то, что разработчики уделили большое внимание дополнительным отсеком для хранения мелочей. То есть, например, над центральной консолью есть вот такой бокс, отделанный внутри бархатом. Приятно, красиво и практично, в принципе. Слева от руля есть тоже открывающаяся ниша, тоже для каких-то мелочей. Под сиденьями находятся выдвижные боксы, довольно уместительные. Опять же, для каких-то, может быть, салфеток, инструментов, тряпочек или еще чего-то. На широком центральном тоннеле есть отсек с двумя подстаканниками в очень сложной конструкции. И, на мой взгляд, это не совсем практично. Использовать, кроме как в качестве подстаканников, это, на мой взгляд, не представляется возможным. Бокс между сиденьями, на удивление, оказался небольшим, несмотря на то, что центральный тоннель достаточно широкий. Вместимость его не очень большая, но самое главное, он здесь есть. Подлокотник может регулироваться как в продольном направлении, так и по высоте. Удобно, функционально. Что касается цветового исполнения, я не уверен, что автомобиль в таком виде доедет до России, потому что в нашей стране светлую отделку салона, мягко говоря, не жалуются. И, собственно говоря, вот эти роскошные, красивые и не менее удобные сиденья тоже не уверен, что будут продаваться в нашей стране. Но, тем не менее, здесь они установлены. По центру белая замша, по краям довольно приятная на ощупь ткань. Но, опять же, повторюсь, не уверен, что в таком исполнении машина доедет до России. Что еще бросается в глаза? Это, конечно же, новая передняя панель, которая перекочевала сюда с Passat 8-го поколения. Полностью нарисована, как это сейчас модно. Абсолютно функциональная, с красивой графикой. Все выглядит, как будто это настоящие приборы. Ну и, соответственно, сюда может вводиться масса информации. Что касается информационных технологий, то в этой машине тоже все в порядке, потому что здесь появилась новая мультимедиа-система с расширенными возможностями по связке мультимедиа-устройств и телефонов, планшетов и так далее с мультимедиа-системой. Теперь это все работает с более широкими возможностями. Сама магнитолог теперь реагирует на то, как вы подносите руку. Например, достаточно поднести руку, и у вас всплывают дополнительные кнопки в меню. Помимо этого, Tiguan может похвастаться всеми модными ныне электронными системами и помощниками. Камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и прочими приятностями. За счет использования новой платформы удалось существенным образом реорганизовать интерьер и тем самым увеличить запас пространства для задних пассажиров. Во-первых, по ширине, во-вторых, для ног на целых 3 сантиметра. Плюс к этому здесь есть возможность регулировки сидения в продольном направлении на целых 180 миллиметров. Как видите, это очень большой диапазон. Соответственно, можно приблизиться ближе к передним сидениям, но тем самым увеличить объемы багажника. Но о нем мы поговорим чуть-чуть позже. Есть здесь и регулировка угла наклона спинки. Это тоже, несомненно, будет хорошим подспорьем в дальнем путешествии. Есть здесь и тоже большое количество приятных мелочей. Например, вот такие столики в спинке передних сидений фиксируются под разным углом. Здесь выдвигается дополнительный подстаканник. И здесь есть две маленьких ниши, прорезиненные для того, чтобы, например, можно было здесь ставить тот же самый планшет или телефон, чтобы тоже смотреть в дальнем путешествии. Есть дефлекторы обдува персональные, есть блок климат-контроля для задних пассажиров, есть функция подогрева задних сидений, USB-разъем и 12-ти вольтовая розетка. Казалось бы, вроде здесь все хорошо, все замечательно, но все портит то, что здесь есть просто огромный центральный тоннель. Не забываем о том, что эта машина бывает и в полноприводной модификации, но, к сожалению, от такого большого тоннеля избавиться не удалось, поэтому думать о том, чтобы ехать на дальнее расстояние с тремя задними пассажирами, скорее всего, не приходится. Кстати, несмотря на меньшую по сравнению с предшественником высоту кузова, место над головой у всех пассажиров прибавилось. В качестве опции доступна и панорамная крыша со сдвижным люком. Багажник Tiguan тоже претерпел изменения. В первую очередь стоит отметить изменившуюся погрузочную высоту. Она стала на 4 сантиметра меньше. Правда, здесь не хватает явно защитной накладки бампера. Что касается объема багажника, то он при поднятых сиденьях увеличился на 50 литров, при сложенных на целых 145. Плюс к этому, как было сказано ранее, сидение можно перемещать вперед-назад на 180 миллиметров. Тем самым либо увеличивать, либо уменьшать объем багажника. Под полом находится огромная ниша. Здесь явно не хватает какого-нибудь удобного органайзера, но запасного колеса здесь нет. Собственно говоря, это наверняка одно из главных отличий с машинами для российского рынка. Здесь, в России, у нас наверняка будет хотя бы докатка. Инструмент находится вот в таком специальном кейсике, который прячется в правой нише. Здесь находится крюк, баллонник и так далее. Но, на мой взгляд, это не очень рациональное решение, потому что инструменты занимают мало места, а вот кейс достаточно большой. Такая же ниша находится слева, при этом можно поднять ее перегородку, убрать вообще, тем самым еще чуть-чуть увеличив багажник. Вот, в общем-то, и все основные различия. Сидение можно складывать в пропорции 40-60 и делать это, конечно же, дистанционно, прямо из багажника. Достаточно потянуть специальную ручку. Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2-го поколения для европейского рынка. Объем двигателя 2 литра с турбонаддувом. Мощность двигателя 180 лошадиных сил в диапазоне от 3940 до 6000 оборотов в минуту. Крутящий момент 320 ньютон-метров в диапазоне от 1500 до 3940 оборотов в минуту. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая. Привод полный. Максимальная скорость 208 км в час. Разгон до сотни занимает 7,7 секунды. Средний расход топлива 7,4 литра на 100 км пути. Первая часть маршрута тест-драйва, которая проходила здесь, в Берлине, пролегала через город, через такие среднестатистические небольшие пробочки. И, в общем-то, это была хорошая возможность узнать о том, как автомобиль ведет себя в условиях города. В принципе, Tiguan неплохо справляется с этим. Легкое рулевое управление, комфортная подвеска, неплохая обзорность, в принципе. И основная претензия, которую можно предъявить в Tiguan, заключается в работе роботизированной коробки передач DSG, хорошо знакомой по другим автомобилям Volkswagen. В данном случае она работает, на мой взгляд, грубовато и не всегда логично. Честно говоря, хотелось бы, чтобы она работала плавнее и включала передачи тогда, когда именно ожидаешь. Периодически она каким-то странным образом задумывается. Честно говоря, я не ожидал этого от DSG, но, возможно, это связано с какими-то особенными настройками. Будет ли здесь полноценный автомат, доедет ли он до России, как говорится, это неизвестно, это мы сможем сказать позже, когда будет информация о комплектациях для России. Но так или иначе, здесь установлена коробка DSG, которая работает с двухлитровым бензиновым турбированным мотором, который хорошо нам известен по другим моделям Volkswagen, в том числе и по Tiguan. К мотору никаких претензий, за исключением того, что, честно говоря, он, наверное, шумноват на высоких оборотах, но, скорее, это вопрос не к двигателю, а к шумоизоляции, которая, к сожалению, наверное, не является самой сильной стороной нового Tiguan. Если на скорости до 80 км в час в салоне более или менее тихо, и, к сожалению, с учетом того, что здесь достаточно хороший гладкий асфальт, на скорости после 80-100 км в час в салон начинают проникать шумы, которых не хотелось бы слышать, особенно в районе передних стоек и оконных рамок. И, в общем-то, на скорости после 120 км в час этот шум становится достаточно уже назойливым. Ну и, опять же, как я уже сказал, звук двигателя на высоких оборотах. У нового Tiguan появилась опция регулируемой подвески по жесткости, соответственно, можно выбрать один из режимов. Как правило, это комфортный, спортивный или обычный. Причем есть интересная особенность. К сожалению, мне не удалось поездить на машине с дизельным мотором, но коллеги рассказали о том, что машина с бензиновым и с дизельным мотором немножко по-разному работает в одних и тех же режимах работы подвески. Есть еще одна новость. Tiguan обзавелся системой Active Control, дополнением к системе полного привода 4Motion. Теперь при помощи селектора можно выбрать один из наиболее подходящих режимов движения. А электроника сама подстроит работу органов управления и агрегатов машины под условия, например, бездорожья. Конкуренты уже давно имеют похожие системы в своем арсенале. Пока что подробной информации о судьбе нового Tiguan в России нет, но уже известно главное – внимание! Новый Tiguan не сменит предшественника, а дополнит его в модельном ряду. Причем, по заверению представительства Volkswagen в нашей стране, это решение принято только для России. Производство тоже, скорее всего, будет налажено, но где именно, по какой технологии и так далее, пока что тоже неизвестно. Похоже, компания Volkswagen решила поступить по примеру компании Kia, которая предложила на нашем рынке модели Sorento и Sorento Prime. Но стоит обратить внимание на то, что в случае с корейцами новичок продается заметно хуже, чем его предшественник, ведь у них совершенно разное ценообразование и разные целевые аудитории. В любом случае, более конкретно мы сможем говорить тогда, когда узнаем цены, характеристики и комплектации Tiguan, которые будут предлагаться в России. А это значит, что с ним мы встретимся еще раз чуть-чуть позже. Продолжение следует...